Есть ли у кого дома полосатое окошко? Есть. Это обозначает, что вы очень и очень близко живёте со знаками, которые посылает вам судьба. Наверное, всё время. Я задаю его всегда. Что есть Бог? Мы вряд ли увидим те образы богов, которые нарисованы на резах наяву, но мы можем видеть знаки, которые они нам посылают. Что же это за знаки? Ну, перво-наперво, что-то происходит с нитями. Нити рвутся, нити завязываются, нити теряются, в том числе все круговые и обережные нити, подвески, пояса, чили, которые мы с вами, кольца, которые мы с вами носим. Они могут теряться, они могут исчезать. Сегодня нам написали, написала, у неё потерялось пять колец одновременно. Вот разве это не может быть знаком? Наверняка это знак. Что-то происходит в природе, что-то происходит с птицами. Птицы — это неотъемлемая часть предсказательной системы, древней славянской системы, потому что птицы для нашего народа — это всегда души предков. Знаки, которые мы получаем через птиц, это знаки с иных миров. Что-то происходит с нами. Вот вы пишете. Случайность, события, кто-то приходит, что-то не происходит. Мы эти сигналы, знаки читаем, понимаем. Именно поэтому, кстати, мы в книге «Наследие богини Макош» вставляем чистые листы, именно для того, чтобы человек, ожидая исполнения своего желания, ожидая знака о том, будет ли это желание исполнено, записывал события, знаки, которые мы желаем. Природа, птицы, нити и так далее. Начнём с богини судьбы, богини Макоши. Посмотрите, пожалуйста, на мои записи. Вот то, что вам даст сигнал о явлении богини Макоши в вашу жизнь. Птицы. Особенно пара птиц. Если вы увидите белую и тёмную птицу, сидящую рядом, или что-то рядом, особенно если это нити белая и тёмная, олицетворяющая дуализм, тёмный цвет, долю, недолю, проявленная и непроявленная, то есть если зацепилась ваша мысль, увидел ваш взор, какие-то вот такие вот дуальные вещи, это обозначает, что он стучится со своими знаками богиния судьбы и магии Макоши. Вот остановитесь в это время и подумайте, что здесь происходит. Что для вас этот знак? Конечно, полосатая кошка. Наблюдайте за своей кошкой, вы ведь сами знаете, что для неё обычно, что для неё необычно, что она делает вдруг, неожиданно, то, что удивляет вас и поражает. Это знаки. Это знаки, которые вы видите. Ну и, конечно, соседские кошки, дворовые полосатые кошки, это тоже их явление, оно на одном уровне с пониманием того, что что-то важное произойдёт или что-то ожидаемое, важное, возможно, не произойдёт. Ну и, конечно, нити веретено и кичка – это головной убор. Веретено. Те, кто пользуется веретеном, как в своих каких-то, может быть, практиках или даже просто для предения, вот необычное поведение веретена, его ощущение, там, например, лёгкости или тяжести сегодня – это всё символы, которые Макош – богиня судьбы. Наша народная культура сохранила очень много примет, пословиц и поговорок, связанных с явлением Макош. Очень много примет. Вы знаете, что нить порвалась. Где такая? Это нить порвалась, это большая ссора. А вот есть такая ещё примета, знаете ли вы, что коли шлёшь кому рубаху и нить сама завязывается, да крутится, то человек тут не умрёт, пока рубаху не сносит. То есть вот такая защитная, обережная рубаха будет этому человеку. И в любом случае, пока он её не сносит, он будет жив, здоров. Ну вот теперь загадка для вас. Что означает, если нить к платью пристанет? Так ещё, гадали, возьмёшь эту ниточку, на палец начинаешь крутить, да буквы называть. И на какой букве ниточка закончится, на то именно жених и будет. А по цвету, правильно говорите, по цвету, да, цвет волос обозначаем. Проявление Бога, проявление Бога вокруг, проявление Бога в жизни, в снах, в знаках. Вот где мы ищем знаки богов. И славянские резы рода, чем хороши? Хороши тем, что написана ультебаяновая книга, что знают боги. И там вот этот собран опыт. Собран опыт, чтобы это можно было прочитать, осознать и понять. Если вы видите, что проявляется каким-то образом богиня Макош в вашей жизни или в раскладе появляется реза, то вы понимаете, что жизнь состоит из чередования лёгких и трудных ситуаций, что вот этот знак появился в вашей жизни, он обозначает, что наступает продолжительный период с явно выраженным характером. Уж какой он будет, светлый или тёмный, это другие знаки надо читать. Но самое главное, что Макош проявляется судьбой, вот такой вот длинным и большим периодом жизни. Спасибо.